Здравствуйте, с вами снова Хитсад ТВ. В прошлых видео мы говорили о том, как укрыть виноград или туи на зиму, а сегодня мы попробуем развеять самые распространенные мифы об укрытии растений. Погода в последние годы стала настолько непредсказуемой, что защищать свой сад становится все труднее. Как же укрывать растения на зиму и какие ошибки не допустить? Миф номер один. Укрывать необходимо все растения в саду. Оказывается, большинство многолетников на вашем дачном участке могут перезимовать без создания вокруг них дополнительного укрытия, просто потому, что они уже адаптированы к холодному климату ваших регионов. Миф номер два. Укрытие растений – это стопроцентная гарантия его успешной зимовки. Многие садоводы думают, почему хорошо подготовленные к зимовке и укрытые растения погибают по неизвестным причинам. Но тут причин может быть множество, например, во время весенних или осенних оттепелей. То есть можно сказать, что неустойчивая погода провоцирует промерзание и переувлажнение грунта. В итоге корневая система растений повреждается и гибнет, поэтому погибнуть может даже хорошо укрытое растение. Миф номер три. Окучить низкорослое растение – этого будет достаточно для перезимовки. Окучивание – традиционный метод зимнего укрытия растений. Благодаря ему мы создаем вокруг них рельеф. За счет него весной лучше отводятся талые воды, а само растение защищено от вымокания. Лучше окучивать перегноем. Он имеет рыхлую структуру, обладает высокой теплоизоляцией и служит удобрением. Миф номер четыре. Лучшие укрытые материалы – это лапник и опавшие листва. Лапник. Не требует материальных затрат и отлично справляется с задачей укрытия растений от морозов, ветра, обжигающих лучей зимнего солнца. Если вы живете не рядом с лесом, приобрести лапник достаточно сложно в больших количествах. Опавшие листва. Защищает от первых холодов. Но опять же, вся ли листва пригодна для укрытия? Листва довольно быстро разлагается, к тому же там могут завестись мыши. Не успевает испортиться только листва дуба. Вот именно ее мы и советуем. Но листва должна быть обязательно сухая. Миф номер пять. Использование нетканных материалов не является идеальным методом укрытия растений. На самом деле, нетканные материалы идеально подходят для укрытия, но их применение должно быть правильным. Все-таки хотим порекомендовать вам укрытой материал спонбонд. Мы шьем колпаки декоративные, с веселыми мордочками кота, медведя, пингвина, барашка, лисички, а также Деда Мороза. Внизу имеется кулиска для фиксации чехла на растениях. С такими колпаками ваш сад точно преобразится и защитит растения в холодную зиму. Надеемся, что мифы нам удалось развеять и полезная информация вам пригодится. До новых встреч на нашем канале Хитсад ТВ. Хитсад ТВ